Премьер-министр подает пример. В Британии вводится обязательное ношение защитных масок для всех, включая главу Кабмина, если и когда находишься в любом замкнутом пространстве. Правило начинает действовать с 24 июля. По мнению руководителя Минздрава Соединенного Королевства, это, с одной стороны, снизит риск заражения коронавирусной инфекцией, с другой, даст уверенность сотрудникам, например, магазинов, что они не подхватят инфекцию на рабочем месте. Продавцы и продавщицы, кассиры, охранники были предрасположены больше других. Заразится коронавирусом и убедительное свидетельство статистика. Уровень смертности от COVID-19 среди представителей этих профессий на три четверти выше, чем в общем по стране. Франция отмечает день взятия Бастилии Честул во время парада медиков, трудившихся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. С 1 августа в стране также вводится обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях. Правительство решило пойти навстречу тем, кто спасал нацию от эпидемии. Повысив зарплату среднему медперсоналу на 183 евро, соглашение подписали три профсоюза из пяти. Многие врачи посчитали такой шаг властей недостаточным. Австрия, опасающаяся ввоза инфекции на свою территорию, с 15 июля закрыла границы для граждан девяти стран Балкан и Южной Европы. В их числе Албания и Болгария. Официальная Вена считает, что ни София, ни Тирана не прилагают достаточных усилий, чтобы обуздать эпидемию. Запрет касается и жителей частично признанного Косова. Так мы стараемся убедить посетителей в необходимости соблюдать социальную дистанцию, говорит этот владелец бара. Чем меньше контактов, тем лучше, а нам нужно работать, чтобы держать заведение на плаву. В связи с всплеском второй волны заражения на Балканах с 15 июля новые запреты на трансграничные поездки вводятся и в Венгрию.